Просто мы по небезопасности Благодарю вам прекратить съемки Че ты пихаешь меня своим животом? Оу, оу, какой толстый Чтобы большой свинкой стать, нужно много ездить и спать, да? Правильно? Че толкаете меня? Че, бомжуетесь? Не, не надо, пожалуйста, давайте без квитанции Давайте без квитанции Все, договорились, да? Давайте без квитанции Вот этим предлагали Они говорят, ментов на вас вызовем Давайте без мусоров, ну хорошо, вы же не терпилы А че тут? Бензин что-то сливали? Бензин что-то сливает? Бензин сливает с бага? Нихера себе! Желтый экземпляр, охране надо И если голубой остается у вас А, подождите, да А можно голубой охране? Нет Они просто вас мужчин трогают? Нет, отдайте им желтый Блин Ну мне кажется, они инстинктивно возьмут голубой Допустим, или выдают, они меня не хотят составлять Пройдет три месяца Не хотят, они даже возбуждают производство по административному делу Отказываются Хотя, как это по закону, я это представляю Не имеет, это правда Конечно Даже вот, что пройдет три месяца Привлечь к ответственности, они даже меня, бог с ним Они уже не смогут А, соответственно, взыскать меня за эвакуацию Стоянку тоже не смогут Ну да Потому что, ну, два года назад у меня была такая ситуация И что-то у них не получилось Не, я знаю, что они не смогут с тебя взыскать А сейчас они что-то будут Другое дело, это специально делается для того, чтобы Ну, водитель поторопился и признался Потому что они будут удерживать машину долгое время, да? Ну, как бы, кто без колес-то будет у нас в Москве Ну, ничего Будет опыт, что Сейчас тепло На велосипеде поезжу, опять же На такси потом На порядке регресса То есть не уже все потом На электро всяких этих самокатах, скутерах Там подобное Ничего страшного А можно, кстати, челлендж сделать Сколько тут машин на месте? А не подскажешь, сколько машин на место стоит? Ну, примерно Не, ну, тысячи рейдик Ну, тысячи автовладельцев Берет, допустим, ту, где-нибудь, не знаю Оставляет свои машины, да? И все, их заберет на место Я вам еще чем по помощи могу Так, да, сейчас Если опять откажешься составить протокол, то... Здрасьте, девушка Здрасьте Мы опять к вам Радостно Вот, хотели машинку забрать Что для этого нужно? Талончик взять, пожалуйста Нет, талончик мы уже брали Еще раз здесь Еще раз, хорошо Еще раз Можно талончик, пожалуйста Забрать ТС Талончик куда-нибудь надеть? Да Спасибо Так, а сейчас у нас другое окошко будет Такое? Я укажу Нет, здесь не присутствует К сожалению Я могу составить только протокол в отношении лица, управляющего транспортным средством Я могу вам и на него указать Он должен здесь присутствовать в отношении его ставляется протокол с его подписью Вот если он улетел, там, ушел и умер Я укажу на лицо, прям укажу данные, его паспорт Вы можете? Возбуждается административное расследование Начальником назначать 100 лицов, кто это будет делать Вам нужно обратиться в нашу центральную организацию На Калачевскую, да? А там она не работает уже, правильно? Сейчас нет До 6, да? До 5 До 5 А как же мне машинку забрать? Получается, нельзя? Остановись, мы не поедем на калачевку сейчас Есть кодекс административных правонарушений Есть правила дорожного движения Я руководствуюсь непосредственно Смотрите, дело в том, что Дело в чем? В том, что у меня нет денег добираться до калачевки Нету средств, сил и времени Вот что мне делать сейчас Я вот вам подал заявление Я могу рассказать с точки зрения законодательства Ну, в общем, вы хотите, чтобы... Что я сказал? Я ничего не хочу Что я виноват, правильно? Нет, я ни в коем случае не хочу этого Мы с вами, знаете, как мы поступим? Потому что вы уже не первый раз к нам приходите Да Объяснение Объяснение Заполните? Да, давайте Так, сегодня Вы еще за время не будете писать? У меня уже просто работа Так, сейчас секунду По результатам объяснений мы получим машину или нет? По результатам объяснений будет решаться Как раз этот вопрос Касик, на месте вы можете, в принципе, решить, да, этот вопрос Но посмотрите объяснение и на месте Ну, если вас устроит объяснение На месте отдать машину Правильно, понимаете? Сейчас, секундочку Ну, вот что-то началось Я думаю, знаете, что Езжайте, если что, мы тогда вызовем еще кого-нибудь Да, мы у вас есть Еще кого-то есть А, ну, тогда можете Смотрите, небольшие комментарии, да Небольшой человек По объяснению вы можете отдать, да? Смотрите, вывод Нет, просто он не Он защитник мой поделок Защитник наушку как-нибудь Задай вопрос, да, ладно Какой задать вопрос? Ну, может, просто лучше в ПДД разбираешься Но мне интересно, если мы это все заполним, да? Вот, что? Ну, как бы на месте он может решить И как бы дать машину А то, куда, какая колончетка, куда не поедет Данное объяснение я просто учу По результатам этого объяснения Либо составленный протокол Либо я отправлю самостоятельно данный протокол Угу, хорошо Вообще транспорт эвакуировал наша организация? Может, ГИБДД? Или там налоговая служба? Не знаю, но сказано, что он у вас На данной стоянке находятся все транспортные средства Которые задержаны Можете посмотреть? Я могу вам договорить У нас какие-то номер мне назвать? К 040 КН 799 Да, майки поддерживали Сегодня в 10.20 10.20, да? А какая статья обменяется? 12.16, часть 5 Нарушение требований знака Нарушение требований знака Остановка запрещена Ну, 3.27 Здесь две галочки под письмом 51 статья Понятно? Статья вам 51 Понятно? Что это? Читайте Здесь никто не обязан Свидетельствовать Мне отсюда, как ногами, тяжело А, ну я прочитал А что вы написали? Не разъяснило А я вот вам спрашивал, что понятно Или непонятно Вы отличаете слово Разъяснено от понятно Тяжело Все, я ваше объяснение передам По данному транспортному средству Будет возбуждено Тогда административное расследование А когда? Вас уведомят По телефону здесь указали Телефон или по почте Так, а транспортное средство я могу забрать? Телефона тут нет Могу забрать транспортное средство? Телефон допишите Я не могу составить в отношении вас протокол Почему? Потому что вы не управляли транспортным средством Ну или не говорите, кто парковал Так я же вам предлагал, говорю Я скажу, кто парковал Вы говорите, нет Ну, я не могу никого заставлять Слушайте, я вам предлагал Я говорю, кто парковал Вы отдаете мне машину или нет? Это разные Я в данном случае взял у вас объяснение Вы указали, что 51 статья Стоп Я вам спрашивал конкретно Кто парковал машину Я вам указывал Вы сказали, что не вы Неизвестный Не я, нет Я могу сказать, кто это Вы сказали, какая разница Все равно Каланчевку Нет Я сказал, что если умер кто-то или еще Что-то, это в центральной инспекции решается вопрос Но его сейчас здесь в любом случае нет Я могу составить протокол Только в отношении лица Управливающего транспортным средством Но вы можете без него это составить? Нет Как я могу это сделать? То есть, получается, в любом случае Это можно Вам нужно его вызывать, правильно? И составить протокол Только тогда я смогу запрятать транспортное средство, правильно? Да После составления протокола Я понял А если он не явится? Если он не явится Срок административного расследования есть По окончанию Будет прекращено Просто административное расследование То есть, через 3 месяца я смогу забрать это все? Срок, по-моему, там месяц И на месяц можно увеличить То есть, а, 2 месяца Да, точно 2 месяца Через 2 месяца За машину приходить, правильно? Я не знаю Смотря какой будет административный расследование Может, она у вас там через неделю закончится Не обязательно же весь срок административного расследования здесь А сейчас здесь машина на основании чего находится? Пицца полномоченная будет А на основании чего машина находится здесь? За нарушение требований знака А вы уверены, что там было нарушение требований знака? Лично я? Да Инспектор, который составлял протокол административного правонарушения Делал фото-видео фиксацию А, то есть, протокол составлен? Конечно Протокол задержания административного правонарушения составлен А, могу я знакомиться с материалом дела? Нет Как же, вы мне сказали, читайте. 25.1. 25.1 лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отношении вас ведется какое-то административное дело? Ну, а в рамках чего я сейчас давал объяснение? В рамках объяснения по данному транспортному средству. В рамках какого дела производства? Действительного. Административного? Я кто по данному производству? Ну, сейчас, ну, как свидетель. Свидетель. Но никак. В отношении вас ничего не составлено. В отношении транспортного средства возбуждено административное дело, когда был составлен протокол об административном задержании инспектором, который находился на маршруте. Статья 27.1 административного дела уже подразумевает составление административного протокола, где указывается непосредственно лицо, направлявшее данным транспортным средством. Задержите зачем транспортное средство? На данный момент причина задержания устранена. Почему? Оно нарушает частоты? Это транспортное средство. Но оно нарушает частоты. Транспортное средство кто-то поставил. Также в статье 27.1 указано, что при невозможности составление протокола на месте. А почему невозможно? Потому что водителя не было. Ну, водителя не было, все правильно. На месте его же нельзя было составить. Я не понял. 27.1, там до прекращения причины задержания, правильно? До выяснения лица управляющего, то есть виноват. Слушайте, ну вот два года назад у меня была ровно такая ситуация и как бы все нормально. Я получил машину через 15 минут. Почему? Что изменилось? Норма клада не поменялась. Я не знаю, может быть вы обращались в ГИБДД? Нет, в МАДИ, в МАДИ. Только на Люблину. Может быть там был представитель тот, у кого есть это полномочия. Заместитель МАДИ может быть. В то время там было. Нет, таких полномочий нет. Я не могу не прекратить административное дело. Не возбудить. А как получается? Я могу составить протокол в отношении лица. То есть, получается вы можете возбудить административное дело? Но оно уже возбуждено. Вот видите. Оно уже возбудилось, когда составлен был протокол административного взаимодействия. А, вот, ну тем более. Так, ну, в чем проблема? О чем мы с вами разговариваем? Не знаю. Ладно, хорошо. Такого в отношении вас я не буду составлять, потому что вы не упарковали транспортным средством, правильно? Да. Я же тебе говорю, видишь, пока ты не сознаешься, они тебе точку не вернут. Хорошо. Сколько мне здесь надо сидеть, чтобы, как бы, ну как, вы меня пытать будете? Я просто живу в машине. Я никому не пытаюсь. Я просто живу в машине, и вот мне негде жить. Я вот тут буду ходить, хорошо? Присаживайся. Я не могу вас ограничивать действием. Хорошо. Ну, просто, как бы, я воспринимаю это как пытки. Я принял это все сведения. Я думаю, наверное, вы тоже. Вы присаживайтесь, не вы. Занимайте мою работу. Спроси. Просто у меня есть еще другие люди. Хорошо, если я парковал транспортное средство, то составите на меня протокол? Как вы парковали, если до этого вы мне утверждали, что не вы парковали? Кто утверждал? Нет. Где? Я не знаю, вот. Внимательно почитайте, что там написано. Вы здесь указали, что 51. Да. Вы мне голословно уже 20 раз сказали, что это не вы. Ну, сейчас письменно он укажет, что он прав. Смотрите, я парковал транспортное средство, только загвоздка одна, у меня прав нет. Что будет сделать? Паспорт. На паспорт напишите. Хорошо. Я дам вам паспорт, пишите. Зачем мне ваш паспорт? Что? Я дам ваш паспорт. Машина до эвакуации. Кто парковал? Я парковал. Точно? Я парковал, да. До эвакуации парковал. Можете указать? Давайте, да, указать. Понял, как это работает? Да, да. То есть все, они это... Все хорошо, я подчинился, все хорошо. Не, ну что ты здесь подчинился? Не, я же сказал, до эвакуации парковал я. Я от вас ничего не требую, я от вас взял объяснение в рамках своих полномочий. Вы, собственно говоря... Это у вас указание, да? Причем тут указание. Есть правила дорожного движения, есть кодекс административных правонарушений. Хорошо. Это не моя личная инициатива. Время эвакуации хотя бы можете сказать? 10.20 там что такое? Ты уже сказал? Да. Так. Давайте бесплатно. Я вас пока не просил, до этого тоже не просил. Хорошо, а я же уже даю объяснение. Объяснение вы даете. Вы пока пишете фамилию, мюнчество. Ну так это объяснение. Я понимаю. Смотрите, я просто неграмотный. Вот я уже начал давать объяснение, смотрите. Я просто... Вот юридически неграмотный, вот честно скажу. Юридически неграмотный. Вот скажите, пожалуйста, обязан я вот говорить своей фамилией, мюнчество? Не обязан. Не обязан. А вот я не знал этого, смотрите, уже написал. Давайте, давайте. Получается не разъяснено. Нет, а все, я уже даю объяснение. Давайте, мы с вами. У нас бумага есть. Помога, промышленность у вас работает хорошо. Ну, отлично, хорошо. Да? Под пытками мне пришлось признаться, что до эвакуации машину парковал я. Какими пытками? Назовите словек. Я признаю, что меня пытали. Ну, это вот сарказм, он даже не уместен. Я расцениваю это как пытки. Ладно. Как пытки. Фамилия, имя, 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 имя Сафронов Павел Владимирович. Ну, то есть, вот после составления протокола, правильно, я смогу забрать свой тряпочное средство. Если я парковал машину до эвакуации, правильно? Если вы парковали, то да. Да, я вот это прямо сейчас напишу. Хорошо. Статья 54 Конституции Российской Федерации. Что никто не обязан судить против себя, супруга, близкий к родственнику, круг которых определяет федеральным законам. Разъяснено? Каким закон определено? Какие именно родственники? Это Конституция, я писал, первая статья Российской Федерации. Да, а какие именно родственники? Ну? Какие родственники-то? Против каких родственников я могу не свидетельствовать? Лейских родственников. Ну, каких? Каких хотите. Ну, любых, да? Ну, разъяснено. Вот вы мне брат. Я вы мне брат. Что же я, получается, гниды черношопые, простите за проявление. Все раз, давайте вместе читайте. Давайте, хорошо. Никто не обязан свидеть. Против себя. Против себя, супруга и близких родственников, круг которых определено федеральным... Вот я просто спросил, какой круг именно определено федеральным законом. Все разъяснить. Против распечатать или как? Ты просто разъясни, зачем? Близкие родственники, супруга, супруга, родители, дети, сыновители, сыновленные, родные, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. Хорошо. Понятно? Да. Разъяснили? Да, да, все. Есть ваша подпись. Статья 25.1.1. Ну, 25.1 к вам. Так. Лицо, в отношении которого ведется производство подделов административного правонарушения права, знакомых со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства, заявлять в ходатайстве отводы, пользуясь юридической помощью, а также иными непрофессиональными права в соответствии с настоящим кодексом. Вам понятно, я разъяснял? Да. Какие иные процессуальные права? Ну, которые прописаны в соответствии с настоящим кодексом. Ваши права. Я не думаю, что они только ограничиваются 25.1. Ну, да. Ну, а какие иные-то? Что еще могут сделать? Ну, разные. Могут ситуации быть. Я понимаю, зависит от ситуации. Блин. Ну, просто как, иные права, там, они же как-то, какой-то конечный список правильный есть. Так? Прав у меня. Ваши правы? Ну, я же не могу там пойти кого-то убивать, например. Ну, конечно. Ну, вот, видите. Право в законодательстве. Да. А в рамках административного производства, там, что там, заявлять ходатайство, давать объяснения, да, 25.1. Отводы. Отводы, да. Пользуются юридической помощью. Пользуются юридической помощью защитника. И все, да? Или там иные еще. А также иные процессуальными правами в соответствии с настоящим кодексом. Я просто хотел бы иные вот узнать. Ну, это все, что прописано в ваших правах в кодексе административных правонарушений. Ну, а конкретно есть какой-то список? Если, давайте сейчас сидеть, весь кодекс перевести. Нет, вам просто... Я, честно, не знаю. Все зависит от ситуации. Я понял. Там, также, как правильно составляется протокол административных правонарушений и так далее. Хорошо. Это следующие права, и так же вас защищают. Хорошо, если вы считаете, что... Вы имеете в виду, что я этим пользуюсь. Смотрите, ну, я как бы... Я не буду писать там неразъясненное, я напишу по-честному. То есть, я честный человек, я напишу как вот. Как есть, так и было. Вот, дальше там что у нас? Так, статья 17.9, что за заведомо ложные показания свидетеля, пояснения специалистов, заключения экспертов, заведомо неправильный перевод при производстве по делу административного правонарушения или в исполнительном производстве. Вечет наложения административного штрафа в размере от 1600 рублей. Так я сейчас, получается, лицо привлекаемое или свидетель? Просто ко мне либо тогда 25.1 не принято. Можно не расписываться за эти статьи. За 17.9, да, можно. Хорошо. Так, по факту парковки автомобиля. Номер ГРЗ. Могу пояснить. А, ГРЗ К040. К040. КМ. 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 7.9. Сообщаю следующее. Кто парковал автомобиль? Я. Сахаронов Павел Владимирович. Да. Место парковки или адрес сооружений, находящихся рядом? Здесь, честно, не помню, в районе Перова. Как мне писать? Ну, в районе Перова, я не помню, какая там улица была. Куда-то время парковки? 28 число. Утром. Ну, февраля, всего месяца, да, сегодня, короче. Время примерно? Не помню, если честно, я... Примерно. В 8 утра, 10, 12. Ночью. Часа 4, где-то так. Ну, 4-5, вот так, ну, световую. А, нет, не световую. Ну, короче, под утро было дело. 4, я сказал. Да. После парковки управления автомобилем ключи автомобиля передавались или нет? После парковки нет. Ну, то есть, после того, как вы припарковали транспортным средством, кому-то ключи вы передавали или нет? Нет, 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 не передавал. Другие обстоятельства? Ну, что, я ничего не нарушал, когда парковал транспортным средством. Никаких запрещающих знаков там не было. Ну, напишите, что вы, вы же составляете. Что? ПДД не нарушал. ПДД не нарушал. Что еще? Запрещающих знаков не было. Так, права предусмотрены статьей 51 Конституции и статьей 25.1. Мне разъяснены. Мне разъяснены. Конституции? Ну, мне разъяснены. Разъяснены. После начала опроса. Так, иные права, запятая, иные права, предусмотренные статьей 25.1. Мне не разъяснены. Ну, иные, то, что вот, там, какие разные ситуации будут или что. 25.1 разъяснили. То, что иные права просто. Вот, так, что еще указать-то? Требуется помощь защитника. Так, это я уничтожаю, правильно? В дело вложите, зачем? В рамках чего-то вы выбрали объяснение. Что ж? Вы же с огня вы написали. Ну, причем-то новое это. Это в рамках дела, это выбрали. Нет, то тоже, вы же начали писать. Такое, вот это? Да. Зачем вы считаете? Что вообще никто не начнет. Ну, это ладно, бог с ним, бог с ним. Ладно, вот это оставьте просто в деле и все. Сейчас протокол составит на... Составите, правильно? Все, да. Все, заберем машинку. Так, а это зачем тебе объяснение? Слушайте, мы в рамках дела производства его давали, правильно? В каком дело производства? Ну, в рамках административного дела, правильно? Административного дела... Ну, да. Ну, вот. Ну, позже, вот видите, позже... Позже там время их проставлено, правильно, что позже. В чем проблема? Оставьте его в производстве, и все. Водительское, СТС? Так, а если нет водительского? Да, СТС. Сейчас меня привлекут, ну, как привлекут, составят парциальный документ, и мы с вами поедем. Конечно. Конечно, запишем. Это начало одной большой славной истории. Кстати, я, кстати, в тот раз думал то, что большой славный, но 3 часа, короче, на каланчевке, и все. Так, проверить фамилию, имущество, транспортное средство, собственник, ваше нарушение согласно протоколу задержания, там дальше будет, куда перемещено транспортное средство. 4 числа, вот наша центральная инспекция, вы просмотрели свое административное дело, если не согласны, прибывайте и оспаривайте решение. 4 марта, это получается, как? Понедельник. Понедельник, да? Да. Что-то плохо. Так. Здесь подпись. Статья 25.1 Куаку, 51 статья. На понятное время я ее разъяснил. Еще раз, мы просто возвращаемся. 25.1, это целое отношение, которое я использую с поделом административного так, получается, протокол-то вы сейчас уже составили, правильно? Протокол, да. Я понял. Вот, 18 часов 33 минуты. Да, правильно, правильно. В присутствии, да. Что же вы меня не предупредили-то о том, что вот сейчас будет составлять протокол? Как же? Мы об этом говорили, что написано объяснение, мы их намочим составить протокол. А, ну, я сам сказал, что протокол. Ну, просто вы не сказали, что именно вот 18 часов 30 минут вы начнете составить протокол. Хорошо. А, ну, это, в принципе, вам знать не обязательно, ладно. Так, и все отношения, которые мы обсудим, провалить. Видите, статьи, которые мы уже задавали. Так, да, да, да. Да, да, да. Вы знаете, мне кажется, 10 лет назад их разъясняли при каком-то производстве по делу, да. Да, прикинь. Да, я сейчас опять вернемся к этому. Да нет, я 61. Что никто не обязан свидетельствовать против самого себя. Да вы же понимаете, я же по... Близких, родственников. Ну, смотрите, вы же понимаете, все по-честному, вы мне разъяснили, да, разъяснили ее, смотрите. Я и напишу, что вы разъяснили, но после составления протокола. Понимаете? Все, все, что мы до этого с вами обсуждали. Именно эту же статью вот. Так я же ничего не говорю, вы что, я же имею право вносить пометки, которые захочу в протокол, да? Да, можете, что хотите. Вот, видите, как. Так. Можно наши ручки синий? Да, давайте, хорошо. Она не пропадет потом? Я думаю, что вот, как раз, ваша гелевая ручка имеет свойство выгорать. Нет. Само по себе гелевая, как паста, выгорает. А, ну, не знаю. Ну, я таким фокусом не пользуюсь, поэтому у нас все по-честному я говорю. Так, автомашина Мицебесиланса помещена на специализированную стоянку. Здесь, где галочка, подпись, что вам объявлено, где и когда будет происходить рассмотрение. Это да, вопросов нет. Объяснение лица, в отношении которого можете свои какие-то комментарии. Хорошо. Так. Ну, это все протокол, да, вот этот весь? Один лист вам. Так, ну, ознакомлен, да, все верно. Так. Выпию данного протокола вы получите. А где копия? Так. Это, к сожалению, не тождественно этому. Можете копию сделать? Не могу, но это уже будет совсем другое. Вот здесь, видите, даже приписочка из копии. Ну, ладно, хорошо. Можно это сфотографировать? Можете переписать. Так, теперь мы что делаем? А вон, с 1 по 4 октября, у вас пригласится. Можно ознакомиться с материалами административного дела? Ммм? Ознакомиться с материалами административного дела? Можно? Ну, фотокопии снять с оригинала. Чтоб все по порядку было. Так. Так, здрасте. Не, не знаю, вам. Пожалуйста, у вас талончик. У меня вот есть целый кипа документов. Вам какой нужен? Какой машина водительский? А если нет водительского густылина? Да вы мою копию разорвали? Нет, все разорвали. А. Что? Я думал, вы просто копию мою разорвали. Я думал, вы начали все крушить, короче. Знаешь, что работа у вас нервная такая? Так, оригинал чего? Ну, я вам оригинал дала, дала в 40-й. А, даю без проблем. Там еще акт вы какой-то даете, да? Можно сначала посмотреть машинку-то? А то вдруг вы ласочку мою попортили, там побили, пытали. Погрызли. Да, бывает, кстати, да. Пока приняли. Да, и ее владельцы-то вы же пытали, получается, да. Ну, не вы, а там сотрудники. Сотрудники меня пытали, вот честно скажу. Меня заставили признаться в том, что я когда-то парковал свою машину. Дичь какая-то. Представляете, пытали меня тут час. На меня даже напал ваш охранник, представляете? Пришлось полицию на него заявление подать. За то, что вы эту свинью, блин, извините, как быдло на себя вел. Привлекли к ответственности за это. Детали на своего проекта. Да, прости. Верните ему акт. Да. Так, а мне с этим куда идти? Куда мне с этим идти? Скажите, пожалуйста. Оформляться. А, вот и актик этот, да-да-да. Короче, в прошлый раз, когда у меня забрали машину. Мадим, мне, короче, говорит, если у вас там... Да, я повреждение... Ну, нет, производство по делу в отношении меня прекращено за отсутствие состава правонарушения. Короче, причем в первой инстанции, между прочим. Короче, на этот актик я указал там повреждения. Все нормально. Мне говорят, с вами свяжутся для опроса. Ой, для осмотра машины. Страховая компания, там все без базара, все застраховано. Все в акте указано, все хорошо. Связываются в третий год. Вот эта замечательная контора, ГКВ и МПП. Это они сейчас так вместе контактируют, да? Вот если в отношении меня, когда в отношении меня прекратили, я производство по делу, они не смогут передать. Вот, младишники им не смогут выслать копию постановления, и они подадут на меня в суд. Опять. И опять дадут мне возможность немного заработать. Вот три, три, два, три, два, три. Да, я в основном на иске. Так, эвакуация у вас, оплата полностью 5-200. Если оплачиваете сейчас, скидку 25%. Не, я, я, как его? Я злостный, я не плачу за эвакуацию. Никогда. Вот меня уже пытались заставить оплатить, я не плачу. Понимаете? Я вот как ПДД не нарушаю, так вот и не плачу. Ну, не получается, блин. Извините. Хорошо, все равно я квитанцию вам плачу, или писать, я не могу. Не, не надо, пожалуйста. Давайте без квитанции. Павел, что-то рассказать, что-то не плачу. Давайте без квитанции. Все, договорились, да? Давайте без квитанции. Ну, что вы? Вот этим, вот этим предлагали. Они говорят, ментов на вас вызовем. Мы говорим, давайте без мусоров. Ну, хорош, вы же не терпили. Блин, в итоге самим пришлось вызывать. Они не вызвали. В итоге их чуть на бутылку не посадили. Представете, как? Так что с нами лучше договориться по-хорошему. Вот никому не уступает девушка. А если не буду оплачивать, что будет? Ну, это уже судебные приставы решают. Блин. Капец. Капец. Ладно, давайте. Что там у вас есть? Это после вступления в законную силу постановления, правильно? Я понимаю. У вас в законную силу вступит у вас штраф после групп разбора. А сейчас я вам говорю про... Нет, а с какого момента 61 день? С Рождества Христова или там... Просто от... А как это-то? Ну, смотрите, если он, допустим, даже вступит в законную силу через 70, то я все равно 8 тысяч заплачу. Кто вступит в законную силу? Ну, протокол. Дело в том, что я еще не привлечен к административной ответственности за данное правонарушение. Протокол, что всего лишь фиксация факта. У вас протокол идет за нарушение. Но это не значит, что я нарушил. Ну, это я от вас понимаю. А я вам сейчас говорю за перемещение. А, то есть, признают меня виновным или нет? В любом случае, я должен заплатить. Или нет? Нет, если вы вас признают невиновным, вы едете на старую Басманную, просто это... Не-не-не, давайте вы ко мне приедете, я вам адрес дам просто. Мне, вот честно, ездить, мое время дорого. В московский транспорт. И там с этим постановлением об отмене административных правонарушений, там у вас перемещение... А иначе вы подадите на... А иначе в суд подадут на меня опять, да? Это не я подаю, так сказать, организацию... Не, я вас просто предупреждаю, что... Я вас просто предупреждаю, что я вас опять немножечко раздену, если вы подадите на меня в суд. Вот, прям предупреждаю, можете в рапорте написать это. Ну, мне кажется, все равно, что вы там есть у вас раздевать, меня раздевать не надо, это точно. Блин, а я-то думал, какой конец фразы будет. Это уже решают. Точно, не главное дело. Выдать вам маскурой, обучить ваши фразы. Это уже другой отдел. Хорошо. Так уж и быть, Елена, не будем вас раздевать. Лично вас, по крайней мере. Они уже решают, что с вами подачи делать. Моя разъяснил вам все разъяснили. Так, ну вы, короче, мне разъяснили, что вот это вот, да? Что в течение, да, 6 дней вы оплачиваете 5-200. Если у вас на 61-й день вы не оплачете, уже на 61-й день у вас вот эту... Капец! Ну, если, конечно, вы оспорите, у вас выйдет постановление от отменения административного права нарушения, то, конечно, разговор будет... Прекращение производства по делу, да, конечно. Так, получается, вы мне разъяснили, где? Просто, да, ознакомлен, фамилия, подпись и дата. Говорите, 17-й ряд на осмотр машины. Осматривайте машину, приходите, как не читайте. Так, с моими представителями я могу пройти? Нет, ну а как мои представители? Я вот слепой, я ничего не вижу. У меня чего-то сделать? По очереди, тогда ходите. А? По очереди, тогда ходите. Ну, мы же с туалет ходим, е-мое. Просто мои законопредставители хотели бы вместе со мной смотреть. Красственные средства, да. Вот, можно это сделать, рассказать мне? Вы приходите, сотрудники там. А это вот этот чоп, да? Нет, наш сотрудник в зеленой форме. Усатый такой, да? Ну, я не знаю, кто там. Блин, там злобный, усатый какой-то упырь был. Вместо того, чтобы вот попросить отойти, да, этот упырь постоянно вот трогал зачем-то. Он, мне кажется, гомосексуалист, потому что он трогает мужчин именно. Вот женщин он не трогал. Я не могу разобраться в реантации. А двое можно? Нет. Представитель нельзя, да? Молодые люди. Один человек. А что, там курточку сменил? Ммм, замёс. Свинка Пепа. Ну что, мы тогда от себя у мороза ждём, да? Нет, через 20 минут мы уже в другом месте. Я сейчас удовольствую присяду. Да можно здесь стоять, держать. Да нет, я тоже тут посидел. Ну, короче, поехал. Давайте присядь. Давай, давай. Если будут бить, ключи, может, приносить. Окей. Нет, я тут хотя бы. Я просто сидел, мне вот охранник дойдет. Вы занообещу здесь. Нет, ну, конечно, я просто... Что писать-то? Я, кстати, ничего не буду, я просто психом. Ой. Вот теперь меня. Ну, вы можете присаживаться, чё, тут стульчик есть. Да я говорю, он всех, вон, любит трогать. Это тот усач. Вот. Вы, кстати, намного вежливее своего коллеги. Да. Да. Правда. Духарадзов всё. Был такой, в общем, фильмец. Есть. Закон послушных гражданин. Вот там человек признавался в правильном убийстве с особой штокостью. Он сказал так, чё-то там, типа, да, я действительно 10 лет хотел их убить, и чё-то там, короче, такое. В общем, он сказал, что он хотел их убить, а прокурор сказал, вот ты призрался, у меня есть записи, всё нормально. А он сказал, а, говорит, он, говорит, я 10 лет хотел их убить, чё-то там вынашивал план, там, строил план, мечтал об этом, все дела. Вот, и вот, наконец, они подохли, такой боль. Он говорит, всё, у меня есть признание, все дела. Вот. А он потом говорит, ты, говорит, послушай, чё я тебе сказал. Вот. И начал с ним торговаться. Он говорит, у меня, пожалуйста, матрас там ортопедический, камерный. Вот. Он говорит, ты пошёл, ты, у меня есть твой признание, а ты послушай, чё я тебе скажу. Вот и я так. Я. Дело в том, что вот он меня спросил, говорит, вы парковали машину? Свою машину вы парковали до, говорит, эвакуации. Я говорю, да. Ну, я действительно парковал и много раз до эвакуации. Говорит, чё, ну, так, о, чё страшно, когда, где? В районе Перова и суда. Я ему сказал, я просто дал ему то, что он воспринял, как то, что ему нужно, понимаете? Я заметил этот момент тоже. То есть, составил он протокол, в нем как бы не существовало правонарушения. Более того, в протоколе, я в объяснении говорил, а в протоколе я ему говорил, что я там не парковал. Да, вон, садитесь, свободное место садитесь. Я понимаю, вам ничего, вас не накажут, я вам слово. Ну, не накажут, а где руководитель? Вот он сидит. Он знает, что с нами лучше связываться. Будьте герои. Ну, подойдите к руководителю вашему, узнаете, спросите, он нас знает. Дмитрий? Дмитрий, по-моему, у вас. Да, вот он сидит. Все, можно с вами пройти? Да, до следующей партии. Пойдем. Мы тебя здесь тогда ждем пока, да? 040, Лансер. Митсубиси. Господи, как у вас темно-то. Как же я буду смотреть-то? Что ж, ты такие бабки гребете? Тише, 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 тише. Давайте вот здесь объясним. Хорошо, я их не гребу. Не, ну не вы, я имею в виду организация ваша, на которой вы работаете. Я выполняю твоего обязанности в этом выступать без кусти. Кто гребет, почему без кусти? А зачем вступать? Ну, вы можете как бы... Ну, ребята, давайте мы так. Я выполняю свою работу. Не, к вам-то претензий нет. К организации вашей есть. Очень много. Ток-ток-ток. 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 Что там? Вот, смотрите. Видите? Ну ничего, руками нет. Не-не-не, я не тру, я не тру, смотрите. Видите? Оп. Потертость, правильно? Ну, наверное. Не, ну было такое? Ну, видите? Я вижу. Ну вот, видите? Это надо фиксировать, все равно будут либо страховая компания, либо сотрудники полиции. Ну, я вот с прошлого раза я страховую компанию жду, блин, два года почти. Ну, какой? Больше двух лет. Так. И мне прислали ответ, что без проблем. Все застраховано, ребят. Еще. Так. Неверка. А что тут? Бензин что-то сливали? А? Бензин что-то сливает? Бензин сливает с бака? Нихера себе! А, нет. Свет так падает просто. Я подумал, господи. Новый бампер поставил? Да. Да. Я честно скажу, что... Такое было восклицание у вас. Ура! Новый бампер. Все по чесноку. Чего не было, того не было. Чего было, то было. Да? А новый бампер поставил? Да? Нет. А новый бампер у меня и так поставится по страховке. Поэтому. Новый бампер у меня и так по страховке поставится. Там у меня врезались просто недавно. Это было. Так. Мне опять к вам получается, да? Давайте. Порядки? Нет. Ну, как? Не совсем, конечно, чуть поцарапали там. Ну, так. Опять уже, да я так отмечу, и все, господи. Хотите, рискуйте, хотите. Здесь можете написать. Здесь можете. Ага, конечно. Да, да, да. Желтый экземпляр. Охране на выезде, голубой остается у вас. А, подождите. А можно голубой охране? Нет. Они просто вас мужчин трогают. Ну, не все, конечно, вот тут нормально есть. Поэтому. Нет. Отдайте им голубой. Блин. Ну, мне кажется, они инстинктивно возьмут голубой. Голубой на выезде, голубой остается у вас. Хорошо. Все, спасибо. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Димка говорит, он нельзя снимать. Не очень. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Там уже разбираться, ты парковал, не ты, когда твой обед в молчании закончится. А это бред, это просто какое-то вымогательство, реально, блин. Ну что, подписывайтесь на канал, поставьте этому видео лайк, обязательно, обязательно, и нажмите на колокольчик. Рассказывайте свои истории, связанные с эвакуацией. Мне кажется, в Москве почти каждый с этим сталкивался. А многие, как я, рецидивисты, причем я еще не был ни разу привлечен за это к ответственности. Ну и подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм-канал и группу ВКонтакте, ну и на Бориса Иванова подпишитесь, который помогал нам. Оставляйте, кстати, да, много комментариев там, ребят, потому что, блин, надо показывать этих упырей. Ну причем, как упырей, охранники, вот охранники реально, блин, упырей. И то не все, кстати, этот вам удостоверение показал? Второй? Да. Нет, у него была карточка только. А он что-то полез? Ну он полез, достаточно так. Пощесаться? Да, наверное, пощесаться. Вот. В общем-то, охранники упырей написали на них заявление, да, на одного и на второго. Кстати, этот меня провокал сейчас. Этот. Димка. Димка. Димка невидимка. А я охранника заснял, кстати, там, когда он говорю, вы все, уже закончили работать? Он такой, да, и он там, почесал куда-то. Свалил. Найдет меня, наверное, мудохает, короче, в подъезде. Терпила. Ну что? Сам же, блин, говорил, ментов, ментов, все вызовем, блин, капец, с вами разберутся, блин. Я говорю, давай без ментов что-то не можем. Да он применитет и говорит, сейчас давай забирай их, типа. Забирай их, ни хера себе, на тебя за ема написали, дебил. Ой. Господи. Ну ладно. Какие-то, в общем, какой-то сюрреализм-то происходит. Но мне кажется, это как в отдел в полицию, когда заходишь каждый день. Все это происходит. Вот. Ну все, всем пока, короче, боритесь за свои права. Борь Иванов, короче. Борь Иванов, там Стас. Короче, тут все, кто по кайфу уже есть. Вот, все дела. Да. Ну все, давайте пока, короче, не попадайте в такие ситуации, короче, паркуйтесь правильно, что самое главное, паркуйтесь правильно. Но, блин, так через жопу знаки повешено, что хрен поймет, к сожалению, где парковаться. Спасибо. Спасибо.